Дорогие друзья, дорогие слушающие это слово, сегодня хочу говорить об интересной встрече, которая описана в Евангелии от Иоанна, греков с Иисусом. Да, пришли греки на Пасху, и вот они хотят видеть Иисуса, подходят к Филиппу, Филипп идет к Андрею с ними, и вот они вместе приходят к Иисусу. Что же скажет Иисус им? Интересно, я прочитаю Евангелие от Иоанна, 12 глава, с 23 стиха. Иисус же сказал им в ответ, пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно по землю не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире всем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне допоследует, и где я, там и слуга будет мой. Правда, интересное слово, наверное, никто из нас не ожидал, что вот так Иисус ответит. Сразу к делу, сразу к самому главному. Да, через несколько дней его, так сказать, прибьют ко кресту. Он умрет за все человечество. Вот так же, как и зерно, оно попадает в землю, оно умирает, но из него рождаются новые и новые зерна. Вот так он умрет, и через его смерть могут многие-многие люди, так сказать, ожить, быть прощенными и вечно с ним жить. И это так важно. Важно не только в том, что Иисус умрет за людей, оставит свою жизнь с тем, чтобы другие могли жить, но чтобы и его последователи были тоже вот этой мыслью наполнены, чтобы они могли жить для Иисуса, чтобы его цели стали их целями, чтобы их эгоизм ушел. Чтобы они не любили свою жизнь, а любили Иисуса. И Он сделает их жизнь тоже красивой и наполненной смыслом и содержанием. Но сначала они должны полюбить Его и жить Его интересами, тем, что Иисус сказал. Жить тем, что Он желает для тебя сегодня, что тебе сегодня нужно сделать для Него. Это очень-очень интересно. И мне дорого, что Господь нам дает вот такое понимание, что Христос – это Тот, Который наш Господин. Он не просто когда-то умер, и вот так, и мы теперь пришли к Нему, но Он и сегодня живой в нашей жизни. И сегодня Он хочет, чтобы мы с Ним общались и выполняли Его волю, служили Ему. Есть такое замечательное слово – христианин – это не эгоист. Эгоист не может быть христианином, потому что он любит себя. Он хочет делать то, что Ему нравится. А христианин старается делать то, что нравится Иисусу. В чем Его воля? Каждый день, каждое мгновение. Это так интересно, чтобы помнить об этом. И делать то, что, так сказать, Господь хочет. Да, иногда это бывают даже какие-то совсем мгновенные молитвы, когда мы к Богу что-то говорим. Быстро, это секунды, это может быть несколько секунд всего по времени, а они имеют смысл в жизни. Мне недавно написала одна сестра из Рязани и просит помолись за меня. Я вот еду туда, мой сын остается. Я думаю, вот ей интересно писать мне сюда. Ведь у нее тоже там есть пастор, есть, так сказать, люди, с которым она доверяет. Я, конечно, сразу помолился, написал ей несколько слов моей молитвы, что Господь, убереги, помоги. Я понял, как это важно, потому что для нее в данный момент было важно обратиться с просьбой. Я ответил, мне это ничего не стоило, я обратился к Богу с этой короткой молитвой. И потом она благодарит, она довольна, что едет, у нее какая-то защита. Она едет с Богом вот в эту свою поездку и знает, что ее сыном будет хорошо. Казалось бы, на что-то незначительное в жизни, но для кого-то это имеет большое значение. Не относитесь к другим нуждам, просьбам, вот так как бы свысока, зачем ты меня просишь? Раз тебя просят, и ты можешь сделать, делай как для Господа. Да, из таких маленьких-маленьких дел подчас состоит вся наша жизнь. Ты пошел где-то в церкви работать, ты работаешь вместе на благо общее, или что-то делаешь. Где-то отправил на нужду человеку какое-то маленькое пожертвование, или большое. Господь тебя побуждает делать, служи ему тем, что у тебя есть. Самое дорогое это время, когда мы посвящаем его в молитве, когда мы посвящаем его с тем, что мы думаем о других, переживаем за других. Неравнодушные к горе, к тому, что происходит сегодня в мире. Война происходит, или нищие, или бедные. У людей где-то такая большая нужда. Кроме того, нас Господь призывает, чтобы мы молились о правительстве. Это его воля, чтобы мы молились, чтобы они могли поступать правильно. И чем больше людей будут действительно искренне молиться о правительстве, будут делаться Божьи дела. Он закроет тот путь, где это не его путь, и откроет новые пути, потому что Бог руководит этим миром. Но зависит от тех молитв, от тебя и от меня, сколько мы отдаемся его служению. Кто мне служит, мне допоследует. И где я, там и слуга мой будет. А что Христос? Христос умер за людей, отдал все до последней капли крови за нас. И он хочет, чтобы мы жили так же, как и он для других. Поможет нам Господь в этом. Чтобы имя Его прославилось. Имя великое, единого. Бога нету больше богов. Поэтому мы так любим Иисуса Христа, Сына, Бога Живого, Который Духом Святым помогает нам выполнять Его волю. Аминь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok